На новый зеленый бульвар по улице Сырымодатова жалуются жители Уральска. Горожане крайне недовольны качеством строительства. Они утверждают, что брусчатка уже отваливается, а сам бульвар не соответствует своему названию, ведь цветов и растений там практически нет. Новое место отдыха для уральцев начали строить летом 2021 года. В прошлом году работы завершили, а вот благоустроить не успели. По проекту здесь должно быть освещение, скамейки, детская площадка и зеленые насаждения. Все это есть, но, по словам местных жителей, в малом количестве. Сильно не хватает озеленения, не хватает освещения. Все это не убрано, не доделано. Даже в октябре, еще в октябре сажали газон, высаживали однолетний. Зачем это было сделано? Вообще непонятно, он даже не успел толком зайти. Не хватает заграждения с дороги, сильно не хватает. Там дальше идет детская площадка, и ограждение, оно какой-то заборчик, он просто необходим, потому что малейшая какая-то авария или что-то еще, дети с мечом. Все это прям близко, дорога, это очень опасно на самом деле, очень опасно. Протяженность зеленого бульвара составляет почти 2 километра. Начинается он от проспекта Абулхайрхана и до улицы Шолохова. На его строительство изначально было выделено порядка 700 миллионов тенге, но затем сумму пришлось удвоить. Вопросов по бульвару очень много. В соцсетях очень много комментариев. Мы видим, что есть возмущение. Жалуются, что уже есть паломная брусчатка, жалуются на мусор. Есть под балконами домов, оставили мусор. Это вопросы к строительной компании. Сейчас мы хотели этот вопрос полностью решить. Представитель подрядной организации говорит, что объект еще не передан на баланс ЖКХ, потому что они до сих пор не получили деньги, которые им обещают только в мае-июне. Сейчас в бюджете нет денег. То есть они не могут, еще ЖКХ заказчики, не могут в полном объеме выплатить за нашу проделанную работу. В соответствии с чего документация не может быть закрыта. То есть они не могут принять, пока нам не выплатят за проделанную работу. И как выплатить средства, тогда уже и документы будут подбиваться, и они заберут себе на баланс и возьмут эксплуатацию объекта. Пока до этого времени мы не можем его сдать, они не могут его принять. Руководитель отдела ЖКХ сообщил, что все недочеты подрядчику передали, и они будут устранены в ближайшее время. Данный объект еще не сдан в эксплуатацию. В текущем году они будут сдавать, но с учетом устранения всех недочетов, которые были выявлены горожанами и так далее. Олег Великий, Рустем Ищанов, Таншалпан Амирханова, телеканал АГЖАИК.